Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Чтобы участвовать в тренажных играх, нужно пройти очень много соревнований, очень много тренироваться и очень упорно. Самарская школа дзюдо «Мужество» выставила на турнир памяти Келлина 20 борцов. Некоторые уже попробовали себя в прошлом сезоне на первенстве страны, другие тренировались в сборной Самарской области. Несколько человек впервые боролись на официальных соревнованиях. Однако и для спортсменов, и для тренеров мемориал Келлина – это не только борьба за награды, это еще и дань уважения известному спортивному журналисту. Мы все, когда были действующими спортсменами, выросли на новостях спорта от Владимира Келлина. Улыбка на лице, но до сих пор даже памяти на его. И побороться на этих соревнованиях мы как можно больше ребят выставили, ну, как почтить память отличного человека. За кубок Келлина боролись мальчишки и девчонки до 13 лет. В восьми весовых категориях на татами вышло 420 человек. Половина спортсмена 63-го региона – Жигулевск, Сызеринь, Тольятти, Чапаевск и Самара. Остальные представляли почти все по Волжье. Сборная Ульяновска приехала на турнир основным составом. За медали боролись 24 дзюдоиста. Вызов пришел, но мы решили приехать. Я думаю, теперь это будет, как бы, войдет в традицию. Мы будем всегда сюда приезжать, потому что реально соревнования хорошие. То есть, ну, и дань отдать человеку тоже. Ульяновские борцы завоевали три медали – одно серебро и две бронзы. Этот старт получается у этих ребят первый в этом сезоне. Они пробуют себя, готовятся дальше к первенству города, первенству в области. Много умеют, поэтому уже борьбу можно наблюдать. Сборная Самарской области заняла первое общекомандное место на мемориале Келлина. 24 медали на счету. В том числе девушки завоевали два золота, юноши пять раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok